здравствуйте дорогие зрители красного тв сегодня мы начинаем новый цикл передач посвященных сельскому хозяйству в новой россии все ссылки на материалы будут под видео приступим еще до того как человек стал разумным земля поставляла львиную долю калорий для организма наших предков постепенно доли животных белков в рационе человека повышалась однако даже на сегодняшний день большая часть из 7 миллиардов населения планеты питается не мясом а тем что произрастает на земле овощами фруктами корнеплодами злаками а также зернобобовыми вот почему значение растеневодства сложно переоценить последние века разбитие растеневодства россии шло особенным путем сильно отличным от того как это происходило в капиталистических странах заката то есть запада если в 16 17 веках там произошла промышленная революция ознаменовавшиеся приходом средств производства в частной руки то у россии земля принадлежала царю который давал с нее кормиться дворянам содержавшим рабство крестьян земля была общины крестьяне имели узкую полоску земли отдавая большую часть своего труда в виде барщины помещикам отмена крепостного права а также революции 1905 и 1917 годов изменили положение вещей дав начало так долго ожидавшимся российским обществом социально демократическим переменам помимо обретения личных свобод отныне крестьяне сначала стали выкупать землю у разоряющихся помещиков а затем прямо получили ее декретом большевиков о земле это а также последующее формирование коллективных хозяйств и превратила россию в ведущую мировую аграрную державу все мы знаем что происходило в стране в 90-е годы эти процессы в рамках обсуждаемой темы можно охарактеризовать словами распад деградация и выживание когда в девяносто девятом году владимир путин пришел к власти мировые цены на нефть резко залетели с весны девяносто восьмого до принятия закона о развитии сельского хозяйства декабре 2006 нефтяные котировки выросли в пять с половиной раз в таких условиях возникло бы много вопросов если государство не стало поддерживать отечественный агропромышленный сектор рассматривая динамику становления растеневодства новой россии можно выделить три этапа его развития первый это 2000-2007 года приобретение крупными сельхозпроизводителями средств производства земельных наделов элеваторов заводов укрепления выживших крестьянских хозяйств второй этап 2008-2013 года старт первых госпрограмм развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции это дало жизнь крупным агропромышленным холдингом нашей стране которые смогли запустить процесс массового производства своих предприятий глубоко модернизирующих свои технологические мощности технологическое перевооружение на сельхозпредприятиях коснулась элеваторов ферм сахарных заводов на многих таких предприятиях оборудование работало со времен сталинской индустриализации а на некоторых оно было трофейным вывезенным из германии в качестве репараций и контрибуции третий этап 2014-2017 года санкции и контрсанкции обвал рубля введение патерналистских заградительных барьеров поскольку в предыдущие годы наша страна не нарастила собственных средств производства подсев на иглу импортных закупок обслуживание зарубежной техники тракторов сейлок опрыскивателей культиваторов зерноуборочных комбайнов зерносушилок стало сверх дорогостоящим фактически в эти годы рынок развивался по инерции переходя в стагнацию четвертый этап 2018 наши дни стратегический тупик рынок оказался во власти продовольственных монополий которые исчерпали резерв собственного развития горизонт планирования ограничен отечественные государственные капиталисты живут получением семиминутной прибыли не задумываясь о долгосрочном планировании живя лишь налоговыми периодами трехмесячными кварталами в рамках которых происходят кредитные выплаты хотя обеспечение национальной продовольственной безопасности декларируется уже многие годы ни государства ни игроки рынка всерьез не занимаются долгосрочным планированием начале 2019 года правительство продлило существующие программы господдержки а пока до 2025 года суммарные инвестиции должны составить порядка четырех триллионов рублей какова же история господдержки отрасли в новой россии по распаду ссср а пока был предоставлен сам себе держась только за счет внутренних ресурсов и только на излете 2006 года государство пока лишь юридически озаботилась проблема поддержки отрасли так в декабре 2006 года был принят федеральный закон о развитии сельского хозяйства какие же ориентиры и духовной скрепы прописаны в этом священном тексте впервые за многие годы была провозглашена государственная аграрная политика целями такой политики во-первых было обозначено повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции и наших производителей наряду с обеспечением приемлемого качества продовольственных товаров во вторых была поставлена задача создания благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства в третьих была поставлена цель мониторинга инфляции не только на рынке прод товаров но и сырья используемого для ее производства вслед за федеральным законом вышло и правительственное постановление за номером 446 от июля 2007 года положивший начало первой госпрограмме поддержки сельского хозяйства в современной россии на 2008-2012 годы в этот период государство выделило более полутриллиона рублей на поддержку отрасли как только первая программа приказала долго жить государство незамедлительно запустило второй аналогичный комплекс мер господдержки речь идет уже о периоде 2013-2020 годов в январе 2019 года было решено продлить ее еще на пять лет до 2025 года суммарный объем инвестиций за 12 лет по ней должен составить более 8 триллионов рублей для сравнения годовой военный бюджет россии составляет примерно 3 триллиона рублей согласно последнему опубликованному национальному докладу о ходе реализации госпрограммы в 2017 году на эти цели было потрачено 233 миллиарда рублей давайте посмотрим на что они были потрачены в госпрограмму входят две федеральные целевые программы первая направлена на реализацию устойчивого развития сельских территорий то есть на поднятие уровня жизни сельчан обеспечение достойной медициной образование дорогами на газификацию жилищ предусмотрено выделение 14,9 миллиардов рублей надо понимать что на эти же направления разработаны отдельные национальные программы то есть одни и те же бюджеты фигурируют в разных программах министерств вторая направлена на развитие мелиорации предусматривает выделение 11,1 миллиардов рублей помимо федеральных целевых программ имеются следующие подпрограммы техническая и технологическая модернизация на ее реализацию ушло 15,9 миллиарда рублей в основном в нее заложены средства на программу государственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники примечателен список участников данной программы в нее включены иностранные производители сельскохозяйственной техники организовавшие сборочное производство на территории России это не перенос технологий не приобретение патентов для организации собственного производства это грубо говоря сборочный цех привезенных комплектующих из-за рубежа кто-то может предположить что отечественный производитель берет массовостью однако это не так объем рынка тракторов России в 2017 году составил 26 423 единицы из которых 2365 единиц являются отечественными тракторами это порядка 9% от объема рынка управление реализацией государственной программы на зарплаты ответственным чиновникам и пиар-компании ушло более 28 миллиардов рублей развитие финансово-кредитной системы АПК обошлось в 5 миллиардов рублей по сути это была материальная помощь акционерному обществу Россельхозбанк по подпрограмме развития отраслей АПК и обеспечения общих условий функционирования отраслей АПК агропроизводители напрямую получили субсидии на сумму в 58 и 16 миллиардов рублей на стимулирование инвестиционной деятельности ушло 82 миллиарда рублей из которых напрямую в виде компенсации затрат на строительство и модернизацию АПК пошло всего 15 миллиардов рублей остальная же сумма пошла на поддержку инвестиционного и льготного кредитования организации АПК так как основные денежные средства у аграриев находятся в обороте то для проведения полевых работ приходится брать займы в 2016-2017 годах кредитные организации выдали порядка 3 триллионов рублей из которых порядка 70% средств являются краткосрочными то есть необходимыми для ведения операционной деятельности необходимо приобретение дизельного топлива, семян, средств защиты растений дизельное топливо, кровь сельского хозяйства как мы видим в эпоху импортозамещения ценный продукт на западе для отечественного потребителя только рост цене а вместе с ним уменьшалась маржинальная прибыль и увеличилась себестоимость с учетом того, что после вступления в ВТО начиная с 2013 года были отменены скидки до 30% при приобретении дизельного топлива для аграриев при этом в Европе субсидирование на 1 гектар составляет чуть более 22 тысяч рублей в России от 300 до 800 рублей в зависимости от региона минеральные химические удобрения являются невосполнимым и достаточно редким ресурсом именно это определяет, что основной рынок сбыта находится на западе безусловно, этот фактор влияет на стоимость и на внутреннем рынке как пример изменения стоимости азотных удобрений Россия находится среди лидеров по количеству экспортируемого удобрения но что касается внесения минеральных удобрений мы далеки от развитых стран по данным Минсельхоза ежегодно производится 17-18 млн тонн удобрений в пересчете на действующее вещество внутреннее потребление порядка 2,5 млн тонн хотя потенциал в районе 10 в среднем у нас вносится 33 кг на 1 гектар пашни в действующем веществе для сравнения Китай и Вьетнам вносят в 10 раз больше 360 кг Германия и Польша 200 кг Индия и Бразилия 170 кг США 130 кг Канада 88 кг на 1 гектар пашни Плачевная ситуация складывается и на рынке средств защиты растений После обвала рубля в 2014 году за 2015 год рост препаратов составил порядка 50% что опять же отразилось на росте себестоимости продукции Достаточно поверхностно ознакомившись с ситуацией можно констатировать несколько фактов За последние 20 лет роста Мы как не имели, так и не имеем собственного массово доступного тракторного парка При этом Белоруссия производит в 16 раз больше тракторов, чем Россия Производители прицепной техники еще как-то стараются держаться на рынке Но без помощи государства на высокую конкуренцию и развитие рассчитывать не стоит Рука об руку с этим идет деградация высших учебных заведений и разгром ПТУ У нас нет не то, чтобы конструкторов и инженеров которые могли разработать и произвести то, что так необходимо стране А даже нет тех, кто смог бы потом это обслуживать и ремонтировать И самое, наверное, ужасное в этой ситуации что мы не видим в государственных программах даже намеков на то, что планируются какие-то изменения Согласно оценкам различных экономистов, индустриализация в 30-е годы стоила порядка 30 триллионов современных рублей У нас появились целые города, фабрики и заводы Вместе с этим рос экономический и культурный уровень граждан Это отражалось в музыке, книгах и кино Формировалась новая повестка для всего человечества во главе угла которой стояла идея о человеке-творце и могуществе его воли В сравнении суммарный объем поддержки сельского хозяйства со стороны государства будет составлять порядка 8 триллионов рублей А это сопоставимые вложения в развитие с теми, что производились во время индустриализации Но при этом у нас не построено и не запланировано появление ни новых заводов, ни городов Мы просто будем все покупать Пока можем покупать Но уже сейчас сложилась такая ситуация Для того, чтобы нас победить, армия не нужна И оружие массового уничтожения тоже Достаточно просто перестать продавать нам запчасти для иностранной техники и семенной материал Своими силами не отсеемся и не отпашемся Так как сил там уже давно нет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok